Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Ввиду особенностей текста, я не буду читать его, да, вот, я думаю, что культивенциальность здесь, по крайней мере, насколько это возможно, необходимо соблюсти. Вопрос касается интимной сферы и негативного прошлого опыта человека. Вот. Что я могу сказать? Я могу сказать, что у вас нет ощущения собственной силы. Вот. То есть, ощущение, что вы, как бы, ну, сами, да, отвечаете на то, что происходит. У вас нет опоры на себя, да, вы ждёте от, ну, скажем так, от ряда людей, да, вы ждёте какие-то, ну, какие-то негативные проявления. Вот. И, ну, вполне возможно, что у вас действительно есть для этого основания, да, вполне возможно. Вот. Вполне возможно, что вы имеете все основания для того, чтобы людям не доверять. Вот. Ну, как вы, я надеюсь, сами понимаете, что, конечно, дело не в этом, а в том, чтобы этот баланс восстанавливать. Вот. Значит, вы говорите о том, что вы, с одной стороны, производили определённое впечатление на людей, с другой стороны, с другой стороны, у вас была любовная зависимость, с третьей стороны, вы поддавались на эмоциональные качели, то есть, по факту, на манипуляции, и, с четвёртой стороны, вы сами себя, как бы, сейчас, ну, что-то, типа, обвиняете, и говорите, ну, а что, вот, как бы, я же всё осознавала, да, вот. А всё это говорит о том, все вот эти вещи, говорят о том, что вы себя обесцениваете, и обесценивались тогда ещё. Вот. И вы, ну, ждались в другом человеке. Собственно говоря. Да? Вот. У вас было базовое недоверие в себе. И сейчас это базовое недоверие в себе сохраняется, потому что появился негативный опыт. И страх повторения этого опыта связан с тем, что кроме него, кроме этого опыта, в вашей парадигме ничего другого нет. Я про что говорю здесь больше? Я здесь больше говорю про то, что когда вы были в отношениях с мужчиной, да, вот, вряд ли вы в этот момент особенно были озабочены тем, чтобы сделать его счастливым. Как и он тоже не был озабочен тем, чтобы сделать счастливым вас. Вы в этой ситуации, в ситуации, которую описываете, на мой взгляд, преследовали вполне прозаичные цели получить что-то для себя. В том числе через определенные пути. Да? То есть, вот такой вот своего рода обмен. Я тебе одно, а ты мне другое. Ну, понятно. Вот. Но ключевой момент в том, что мы пытались решить какую-то свою проблему. И эту же самую проблему вы пытаетесь решить сейчас уже другим способом. А до этой ситуации, которую вы описываете в тексте, были другие ситуации, которым вы значения не придаете, но где вы, скорее всего, точно так же пытались решить эту проблему. Точно так же пытались, ну, например, привлечь к себе определенных людей, например, добиться какого-то отношения, например, что-то доказать и так далее. И это вполне может быть действительно история про родителей. Но, видите ли, как бы причина. Причина того, что с нами происходит, на мой взгляд, важна постольку, поскольку вы испытываете определенные переживания по этому поводу. То есть, если у вас есть проблема с решением собственной силы, с решением собственной значимости, и вы чувствуете, что вы как-то меньше вашего партнера, да, ну, своего партнера. Вот вы меньше него, вы, значит, он может, там, делать с вами все, что хочет, например, допустим, да, то это, безусловно, травма. Но это можно прожить, это можно, так сказать, подкорректировать, что вы так себя чувствовать не будете. Важно другое, что страх, значит, ну, вот, страх довериться отсутствовать друзей, это слабые личные границы. Ваш. Слабые личные границы продиктованы как раз таки отсутствию напора. То есть, если сейчас вы, например, вступите в отношения с кем-то, ситуация может быть и не так, как было, но повторится. В другом ключе, скорее всего, по-другому, на более высоком уровне интеллектуальном, да, но она, скорее всего, повторится. И любовная зависимость, скорее всего, тоже повторится, например, ровно как эмоциональная зависимость сама от друга или подруги. Вот, потому что у вас есть здесь чувство стыда, вы себя обесцениваете, вы себя корите. Вот, у вас есть подавленная злость и агрессия на тех людей, которые вас подавляли в той или иной степени. И, судя по всему, от чего вы пытаетесь избавиться через рационализацию, через объяснение себе, что вот, что я знала, вот, как бы, чего уж теперь. И вот это всё, да, вот. И, собственно, завышенные требования к себе, у вас высокие требования к себе, очевидно. И, как следствие, вот, требования к другим людям тоже довольно высокие, очевидно. То есть вы ищете, ищете, вот, в глубине души, да, какого-то идеального человека, который, вот, идеально, как бы, впишется, ну, вот, в какой-то контакт с вами. Вот. Ну, произойдёт это или нет, мы не знаем, но что делать, если такого человека вы не встретите в ближайшем будущем, вот почему вопрос. Поэтому здесь нужно, конечно, оперативно с этим работать. Вообще, если говорить о том, что с этим делать, то я бы сказал, что вам, конечно, лучше всего пойти на психотерапию и начать с травмирующего опыта, вот, завершение определённых гистантов, после чего, возможно, потребуется проработка детско-родительских отношений, среди которых вся эта ситуация стала возможной, вот. А дальше, дальше исследование себя, изучение того, какая вы, изучение вашего внутреннего мира и, в общем-то, формирование, ну, не формирование, а научение прислушиваться к себе, к тому, что говорит вам ваши эмоции, ваше тело и так далее, вот. Что касается интимной сферы и вашего сейчас отношения к нему, вашего сейчас поведения, возможно, в нём, в ней, точнее, в этой сфере, я бы сказал, что вы не чувствуете себя в безопасности, и отсюда все те симптомы, о которых вы говорите. Безопасность, ну, является таким своего рода фундаментом для, собственно, активности в этой сфере, вот. Поэтому, если вы не чувствуете себя в ощущении, да, вот, то вам сложно занимать какую-то активную позицию здесь. При этом, при этом, важно понимать, что никто ни от чего не застрахован. Важно понимать, что даже если вам с человеком хорошо, у вас налажено общение, налажен контакт, у вас много общего и так далее, и всё идёт как бы, как идёт, естественным путём, да, нельзя быть до конца уверенным и до конца защищённым в том, что человек может что-то выкинуть, да. То есть, ну, вот, какие-то у него там скрытые были проблемы, да, которые выливаются там в определённое поведение. И это может быть неприятно. И это может быть с каждым человеком. Дело здесь не в этом, а в том, чтобы, во-первых, вы соблюдали адекватные для себя личные границы, и второе, чтобы вы не брали на себя ответственность за то, что происходит не из вашей ответственности. Понимаете? Вы же сейчас именно это и делаете. Вы корите, обвиняете себя за то, что было. Вот. Я думаю, подавляется злость точно так же, как подавляется злость на, допустим, своих родителей за что-то. Я думаю, что подавляется злость на определённых фигур, которые вы описываете в своём тексте. Вы подавляете сейчас эту злость. Вы выглядите человеком-человеком достаточно зажатым. Вот. И в то же время вам хочется принятия, в то же время вам хочется, ну, тепла, эмпатии и так далее, как и любому человеку. Вот. И есть вещи, которые вы сейчас в себе не принимаете. Есть, мне кажется, история про базовый стыд, стыд здесь. А, с чем нужно, конечно, работать. Ну, вот ещё очень интересный, на мой, по крайней мере, взгляд, момент. А как обстоят дела с вашей реализацией, с вашей успешностью? С применением ваших способностей, талантов, склонностей и так далее. Насколько вы реализованы, насколько вы раскрываетесь в этих сферах. Потому что, опять же, складывается ощущение, что вы, вот, зажались, ну, в каком-то узком пространстве, да, и всё, и, типа, боитесь вообще что-либо сделать. Вот. Ну, хорошо, у вас вот был негативный опыт, который можно работать, который можно корректировать и так далее. Но за счёт чего в том числе? Не только за счёт проработки негативных эмоций. Не только за счёт завершения, завершения гисталла, гисталла. Не только за счёт повышения самооценки и так далее. Это делается ещё и за счёт повышения общего интереса к вашей жизни. Чтобы вот то, что вы описывали, не было единственным значимым важным в вашей жизни. Вот. Да, это неприятный опыт. Да, это травмирующий опыт. Да, к вам есть сочувствие, это правда. Но жизнь, она состоит не только из этого. Вот. Поэтому на эти вещи тоже, на мой взгляд, нужно обратить внимание, да, и как бы с ними работать. То есть это психотерапия. Вот. Я, к сожалению, не могу сказать, что психотерапия разовая. Вот. Я уверен, что у вас есть серьёзные механизмы сопротивления, защиты. Вот. То есть в вашей, так скажем, омазабельности, да, у меня есть определённые сомнения. То есть вы производите впечатление, ну, довольно закрытого человека. Вот. Вот. И вам нужна терапия. Да, здесь можно подумать о том, психотерапию с кем? С мужчиной или женщиной? А, вот. Я бы рекомендовал, наверное, всё же мужчину. Я бы рекомендовал мужчину, хотя, возможно, женщину вы считаете более безопасным вариантом. Но именно мужчина и соответствующее ваше размещение и выражение с ним позволит вам обрести то самое равновесие и уверенность, которое у вас сейчас нет. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.